Особый день календаря. Сегодня ровно 32 года взрыва на Чернобыльской АЭС. Когда случилась трагедия, в числе первых добровольцев были кубанцы. Самым молодым ликвидатором последствий одной из самых страшных техногенных катастроф сегодня далеко за 50. Роман Соколовский в те годы проходил службу в рядах вооруженных сил. Сегодня он вспоминает то, что увидел собственными глазами. Первое впечатление – шок и нереальность. Я когда увидел, что стенки реактора четвертого энергоблока толщиной 3 метра были разрушены, как спичечный коробок. Сразу кинули на реактор, мы загружали вертолеты, которые заходили и бомбили. Потому что первое, что нужно было, хотя бы сократить выбросы. Наука не знала, что предпринять. Сходу начали бомбить. Ну, естественно, мы знали, что лучшие средства защиты от радиации – свинец. Свинец приходил эшелонами, бруски такие. И его загружали на подвеску, из подвески глушили реактор. При нас вывезли сотрудников с атомной электростанции. Она была выведена полностью с эксплуатации. И мы когда увидели, что практически они уже не двигались. Мы понимали, что такое доза облучения. Хотя призванным из запаса, трактористам, комбайнерам было сложно доказать, что тут опасно находиться. Правда, из средств защиты выдавали пресловутый лепесток, как они его сказали, на мордник. Как в нем работать? Через 5 минут он увлажняется, пылью забивается и дышать. Они говорили, что он не кусает, не щипает. Вот был уровень, мы оказались не совсем подготовлены. Но, тем не менее, задачу выполнили. В маленьком на уютном зале Дома культуры 140 человек из полутора тысяч краснодарцев, которые укращали мирный атом, чтобы спасти мир от еще большей катастрофы. Многие это сделали ценой своей жизни или здоровья. Их чествуют как героев, которые по праву могут носить звание защитник Отечества. Продолжение следует...